Положительная динамика есть и в дошкольной сфере. В районе работают 33 детских сада. Некоторые из них недавно прошли реконструкцию. В зданиях сделали перепланировку и обновили внешний вид. Капитальный ремонт провели и внутри садов. Кроме того, облагородили территорию вокруг зданий. Разбили клумбу, установили карусели, беседки и песочницы. Глава региона отметил, что в целом район развивается неплохо, но есть проблемы, которые нужно в кратчайшие сроки решить. За последнее время Кавказский район в экономическом плане прибавил. Я вижу это и по бюджету, и по росту, и по доходу. Денежные средства на душу населения даже опережают некоторые территории нашего края. Это, конечно, заслуживает похвалы. Но хочу обратить внимание, что есть, конечно, и проблемы. В благоустройстве сельских территорий здесь нужно приложить силы, внимание, и сесть на финансы, и мобилизовать их главы поселений, а, конечно, модернизация здравоохранения. Очереди в детские сады. Вопрос по-прежнему остается критичным. И очень надеюсь, что в 2016 году, как и все муниципалитеты, Кавказский район выполнит на все 100% эту политическую задачу. Район активно участвует в краевых программах. Из бюджета выделены деньги, например, на ремонт дома культуры и строительство новой детской поликлиники. Она может принимать до 300 пациентов за смену. При помощи региона удается решать и проблему с детскими садами. Глобальное строительство, которое в корне, наверное, позволит нам практически решить эту проблему, это на данном этапе строительство детского сада в городе на 250 мест, которое в конце года должно быть закончено. И станицей Кавказской также на 250. Вот начинаем строить детский сад, проектно-смертная документация. Ну, то есть, работа начата. Я думаю, что тоже будем стараться к концу года, но, может быть, захватим на то. Итоги работы, проделанные в Кавказском районе, запечатлены в фотоальбоме. Его Виталий Очкаласов принес навстречу. Губернатор отметил, что по красоте районный центр скоро не будет уступать другим большим городам края. Активно проводится благоустройство. Фонтан, новые скамейки, тротуарная плитка, зеленые насаждения. Так выглядит сейчас центральная площадь Кропоткина. Но каждый год дизайнерская задумка меняется. Появляются новые цветочные композиции. В городском парке также проведен капитальный ремонт. Проложены дорожки, установлены новые аттракционы и танцевальная площадка. Такое положение дел радует горожан. Обустройство очень хорошее. Вокруг домов, прилегающей территории все обустроено. Культура, во-первых, порядок, чистота. Быть и погулять приятно. Цветов много, озеленена, фонтан. Кавказский район – лидер по развитию массового спорта. В каждом поселении созданы многофункциональные спортивные площадки. В районном центре реконструирован бассейн. Капитальный ремонт прошел и на стадионах «Локомотив» и «Юность». Там поменяли покрытие, установили новое освещение и заменили трибуны для зрителей. Кроме того, стадионы пополнились современными тренажерами и спортивным снаряжением. Как развитие спорта? Я знаю, что у вас хорошие инновации в этом. Во-первых, три года в тройке по массовому спорту. Это как раз благодаря тому, что буквально за эти два-три года мы максимально изменили состояние в спортивных объектах на территории, как района, так и города. Отдельно говорили на встрече о развитии сельского хозяйства. В последние годы в районе сделали упор на растениеводство. Хорошими темпами развивается тепличное производство овощей и садоводство. У Кавказского района в этой сфере традиционно сильные позиции. Так, в прошлом году валовое производство зерна составило больше 360 тонн, а урожайность – 55 центнеров с гектара. Таких достижений в районе не было более 20 лет.